Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели в студии Татьяна Брук, сегодня в выпуске. НАТО и Россия параллельно проводят военные учения. Ученые предупреждают об астероидной опасности. В Гонконге откроют музей бойни на Тяньаньмэй. НАТО и Россия наращивают военное присутствие у границ с Украиной. На этой неделе обе стороны параллельно провели военные учения. Солдаты 173-й воздушно-десантной бригады армии США, которые дислоцируются в Италии, прибыли в восточный польский город Свидвин. Здесь начались совместные военные учения с польской стороной. Как ожидается, они продлятся несколько месяцев. Учения НАТО также планируют провести на территории Литвы, Латвии и Эстонии. На прошлой неделе НАТО объявило об усилении охраны воздушного пространства над Восточной Европой в связи с агрессией России на территории Украины. В аэропорту американские войска встретили командующий воздушными силами Польши Лех Маевский и посол США в Польше Стивен Мал. «Польша всегда имела тесные связи с США. И сегодня Трансатлантическое Содружество выступило против недопустимых действий России в отношении своего соседа – Украины, суверенной и независимой страны». Как ожидается, учения в регионе продлятся до конца года и, возможно, дольше. В ближайшие дни в подобных учениях в страны Балтии из Италии прибудут ещё 450 американских десантников. Тем временем, по данным агентства Reuters, Россия проводит военные учения в Ростовской области, недалеко от границы с Украиной. По дорогам населённых пунктов области передвигалась военная техника, включая бронетранспортеры, ракетные системы ПВО и джипы. Ранее сообщалось, что на границе с Украиной Россия сконцентрировала несколько тысяч военных. По заявлениям Кремля, это делается из соображений безопасности. В Венесуэле, где уже третий месяц продолжаются протесты против действующего президента Николаса Мадуро, Пасха прошла под возгласы толпы и взрывы петард. Демонстранты вышли на улицы, чтобы воскресить демократию. Сотни студентов в масках вышли на улицы столицы Венесуэлы на Пасху, чтобы снова протестовать против политики президента Николаса Мадуро, преемника умершего Уга Чавеса. Праздник воскрешения Христа не принёс мира в страну, страдающую от социального неравенства, бедности и коррупции. Молодые люди, требующие смены власти и проведения реформ, в день Пасхи вышли под лозунгом «Воскрешение демократии». Также в центре провели символическое сожжение чучел Иуды, на которых были изображения Мадуро. «Это сожжение Иуд символизирует окончание эпохи, окончание боли и бесчестия матерей, которые видят, как их сыновей ранят на улицах, за их стремление жить лучше. Это конец диктатуры господина Мадуро». Позже несколько сотен протестующих с закрытыми лицами, многие в масках Гая Фокса, установили баррикады в восточном районе Каракаса. Скандируя «это правительство падёт», молодые люди начали бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью. Полиция ответила слезоточивым газом и водомётами. Протесты против нынешней власти продолжаются в Венесуэле с начала февраля. С того времени в стычках погибли по меньшей мере 40 человек с обеих сторон. В Сирии новые жертвы гражданской войны. Правозащитная организация сообщает о десятках погибших в Алеппо. В сирийском городе Алеппо в результате авианалёта погибли десятки человек. На любительских видео, выложенных в интернет, запечатлены два района города. Там люди пытаются спасти тех, кто оказался в разрушенных бомбами зданиях. Организация «Сирия на обзор в Атарифу Хьюман Райтс» сообщила, что в районе Альфердус погибли 29 человек, среди них – женщины и дети. В этом районе когда-то располагался крупнейший в Сирии коммерческий центр. Также, по данным «Сирия на обзор в Атарифу Хьюман Райтс», на район Баэдин с вертолётов сбросили самодельные взрывчатые вещества. В результате погибли 14 человек. Ещё пять человек были убиты в селе Тладжабин. Кроме того, государственное информационное агентство «САНО» сообщило, что два человека погибли во время миномётной атаки в центре Дамаска. Огонь вёлся по мятежникам, которых правительство называют террористами. В целом, за три года в Сирии погибло более 150 тысяч человек. Всё началось с мирного протеста против правления президента Башара Алясада. Однако после подавления со стороны правительства, демонстрации переросли в гражданскую войну. Американские исследователи выяснили, что угроза столкновения с метеоритами для нашей планеты намного значительнее, чем было принято считать раньше. Подробности далее. Вероятность столкновения планеты Земля с астероидом-убийцей намного больше, чем учёные полагали раньше. Об этом заявили исследователи из американского некоммерческого фонда B612. Они полагают, что такая угроза возникает раз в сто лет. Согласно данным Глобальной сети сверхчувствительных датчиков, отслеживающих ядерные взрывы при испытании оружия, за последние 13 лет в атмосфере Земли взорвались 26 астероидов. Чтобы повысить информированность общественности, фонд B612 опубликовал на своём сайте видео, где показаны места столкновений нашей планеты с метеоритами, а также кадры с возможными последствиями от столкновений с крупными объектами. 65 миллионов лет назад на Землю упал астероид диаметром примерно 10 километров. Его взрыв вызвал на планете изменение климата. Космическое агентство НАСА отслеживает метеориты размером более километра. Столкновение с таким объектом также будет иметь глобальные последствия для Земли. Однако, по мнению следователей фонда B612, даже более мелкие метеориты опасны. Глава организации и бывший астронавт НАСА Эд Лу говорит, что астероид диаметром 40 метров может сравнять с Землей город. Поэтому фонд B612 намерен обнаруживать все движущиеся объекты, представляющие угрозу для жизни на Земле. Поиск и построение карты всей Солнечной системы для того, чтобы защитить Землю, стоит столько же, сколько строительство скоростного шоссе. Фонд B612 планирует к 2018 году запустить в глубокий космос телескоп под названием «Страж». Он будет искать и отслеживать потенциально опасные для Земли астероиды. Создание такого телескопа обойдется в 250 миллионов долларов. Фонд B612 назван так в честь вымышленного астероида из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В Гонконге планируют открыть музей, посвященный так называемой бойне на площади Тяньаньмэнь. При этом организаторы экспозиции столкнулись с судебным иском и называют его давлением. В Гонконге активисты собираются открыть музей, посвященный событиям 4 июня 1989 года на Пекинской площади Тяньаньмэнь. На днях в музей доставили копию богини демократии, той самой, которую протестующие студенты создали и установили на главной площади Китая в ходе протестов 25 лет назад, и которая была уничтожена военными во время кровавого разгона. «Я переживал, потому что транспортировке этой статуи могли помешать. Но всё прошло успешно. Мы пытаемся что-то сделать, открыть для этой богини демократии новую страницу. Эта статуя новая и будет постоянно находиться здесь». Напомним, 3-4 июня 1989 года лидеры Компартии Китая приказали открыть огонь по мирным демонстрантам, а также отправили танки, чтобы разогнать протест студенческого демократического движения, который продолжался месяц. По разным оценкам, было убито от нескольких сотен до трёх тысяч молодых людей и девушек. Многие раздавлены танками или застрелены. В материковом Китае эта тема до сих пор под запретом и подвергается жёсткой цензуре. А участники тех протестов по-прежнему описываются властями как враги народа, несмотря на разговоры о реабилитации. При этом многие китайцы, живущие за пределами материковой части Китая, в Гонконге и на Тайване, продолжают ежегодно чтить память студентов, погибших на Тяньань-Мэнь. Экспозицию в Гонконге должны разместить на 75 квадратных метрах. Планируется, что это будет первый в мире музей, посвящённый бойне на Тяньань-Мэнь, работающий на постоянной основе. Впрочем, организаторы столкнулись с трудностями. Комитет владельцев офисного здания, на пятом этаже которого должен располагаться музей, подал судебный иск. Он заявляет, что здесь должны находиться только офисы, и что создание музея привлечёт нежелательный поток неоднозначно настроенных посетителей. Но активисты уверены в своей правоте. «Мы просто пытаемся продемонстрировать, что произошло на самом деле 4 июня, и мы столкнулись с судебным иском. Я не знаю, откуда поступают деньги, но я думаю, это давление на музей. Но у нас есть правовая база, поэтому мы уверены, что справимся с иском. И этот музей будет открыт на постоянной основе». Создатели музея уверены, что за судебным иском на самом деле стоят местные сторонники пекинских властей. «В материковом Китае людям полностью промыли мозги. Им запрещено вспоминать и знать, что происходило 4 июня. И я думаю, когда они получат возможность помнить и знать, что на самом деле произошло, то у них появится негодование в отношении коммунистической партии и того, что она с целью сохранить свою власть готова расстреливать свой народ». Музей должен открыться в конце апреля. В нём, помимо статуи богини демократии, будут представлены фотографии и другие материалы из хроники тех событий. Далее в выпуске. Паломники из Польши отправились в Рим на лошадях. В Бостоне через год после теракта снова состоялся марафон. Женщина-почтальон доставляет письма по реке. В Гватемале выложили двухкилометровый ковёр из цветов. Группа паломников из Польши отправилась в Ватикан на лошадях и в полной рыцарской амуниции. Впереди у них 2000 километров пути. Давайте посмотрим. «На дворе 21 век, но, глядя на этих людей, про это невольно забываешь. Это польское братство рыцарей. Они отправляются в недельный поход до Ватикана. 27 апреля в Риме состоится канонизация Иоанна Павла II и Иоанна XXIII. На торжественную церемонию съедутся тысячи паломников, и эти люди планируют быть среди них на своих лошадях и в каретах». «Мы хотим отпраздновать церемонию в Ватикане верхом на лошадях. Мы – единственная группа в Европе, которая отправляется туда на лошадях. Другие бегут, едут на велосипедах или автомобилях. Мы же скачем на лошадях». Польский рыцарский орден был основан ещё в 15 веке. Тогда в него входили только знатные особы. В настоящее время он возрождён по форме, как дань средневековой истории и костюмам. Впереди у 12 рыцарей 2000 километров пути. Ежедневно нужно будет проходить примерно по 300. Люди верхом и в карете будут сменять друг друга. «Маршрут труден. Будем сами готовить, питаться и самостоятельно искать места для ночёвок. Самое важное, что нам предстоит делать во время нашего путешествия – это заботиться о лошадях. Но у нас опытные конихи, так что я думаю, всё будет хорошо». Помимо церемонии канонизации, эти энтузиасты также планируют посетить могилу Иоанна Павла II в полной амуниции, включая доспехи и флаги. «Мы поскачем туда, чтобы воздать дань уважения нашему великому папе. Он был великим и навсегда останется таким в наших сердцах». Иоанн Павел II занимал папский престол с 1978 по 2005 годы. Он был поляком. Канонизировать, то есть причислять к лику святых сразу двух пап в Ватикане будут впервые. Церемония состоится в воскресенье на площади Петра. Как ожидается, на ней помимо сотен тысяч паломников будут также присутствовать 19 глав государств и 24 премьер-министра. В Бостоне состоялся традиционный марафон. Несмотря на то, что в прошлом году мероприятие так и не закончилось из-за теракта, в этот раз участников еще больше. 35 755 бегунов из 96 стран приняли участие в 118-м бостонском марафоне, который состоялся в понедельник. Перед стартом все участники почтили минутой молчания память жертв теракта, совершенного во время прошлогоднего забега. Тогда в результате взрыва бомб у финишной прямой погибли три человека, еще более ста получили ранения. В этот раз участвующих спортсменов было на 9 тысяч больше. Забег проходил при повышенных мерах безопасности. Многие бегуны надели футболки с надписью «Бостон сильный». Этот слоган город использовал после терактов. «Ощущения просто потрясающие. В прошлом году я дошла до финиша за 20 секунд до того, как взорвались бомбы. Мой брат был в миле позади, так что он не закончил марафон. Великолепно, что в этом году я получила медаль. В прошлом этого сделать не удалось». «Это было просто незабываемо. Если вспомнить трагедию прошлого года, то мы заслужили сегодняшнее мероприятие. Мы тяжело ради этого работали. Ощущения удивительные». «Вернуться в качестве выжившего во взрывах в прошлом году и получить возможность пробежать дистанцию снова – это потрясающе». «Сегодня, думая о прошлогодних событиях, я ощущала боль. И я благодарна, что мы смогли быть здесь. Немного грустно, что так много полиции и мер предосторожности. Но отлично, что сегодня мы пробежали марафон». Протяжённость бостонского марафона составляет 42 километра 195 метров. Обычно на мероприятие собирается посмотреть около полумиллиона зрителей. Первым к финишу пришёл американский легкоатлет, уроженец Эритреи Меба Кифлезиги. Его время – 2 часа 8 минут. Второе и третье места достались бегунам из Кении. Среди женщин победу также одержала кенийка Рита Джепту. Она добралась до финишной черты за 2 часа и 18 минут. В Перу выпустили на волю выхоженных ламантинов, изъятых у браконьеров несколько лет назад. В городе Икитос работает Центр по спасению этих морских млекопитающих. Для четырёх амазонских ламантинов это особый день. После долгого пребывания в неволе, самца и трёх самок выпускают в дикую природу – в озеро Моэна в Перуанской Амазонии. Ламантины по кличке Либерти, Яни, Янаяку и Сол провели в Амазонском спасательном центре в городе Икитос от 3 до 7 лет. Ранее их изъяли у браконьеров, которые ловят этих редких морских млекопитающих ради мяса и торговли живьём. Ламантины, которых ещё называют морскими коровами, это большие млекопитающие, обитающие на мелководье и питающиеся водной растительностью. Взрослые особи достигают в длину трёх метров. Естественных врагов у морских коров нет, но освоение человеком их природной среды обитания привело к резкому сокращению их численности. Кроме этого, они часто страдают от винтов моторных лодок и от рыбацких сетей, а также от браконьеров. Охота на ламантинов запрещена. За последние четыре года спасательный центр в Икитос выходил 14 морских коров. За теми, которых выпустили сегодня, будут наблюдать в течение года. К их хвостам прикреплены радиопередатчики. Кроме того, в компании активно принимают участие и местные жители. Они обещают всячески оберегать этих животных. Дети в лодке поют песни в честь освобождения четырёх ламантинов. Поклонник велосипеда и футбола Диди Сенфт из Германии создал своё очередное творение. На этот раз его двухколёсный железный конь родился в честь предстоящего Кубка мира в Бразилии. Неутомимый изобретатель необычных велосипедов Диди Сенфт из Германии представляет своё новое детище. Это творение он посвятил чемпионату мира по футболу, который скоро начнётся в Бразилии. Конструкцию длиной более четырёх метров и высотой четыре метра Диди Сенфт заполнил 73-мя футбольными мячами, формирующими слово «Бразилия» на английском языке. Сверху велосипед украшает изображение статуи Хреста Искупителя, которая стала символом не только Рио-де-Жанейро, но и всей страны. Диди Сенфт уже обладает огромным опытом создания необыкновенных велосипедов. Всё началось ещё в 1994 году с чемпионата мира по футболу в США. Тогда-то вдохновлённый немецкий изобретатель и построил самый большой в мире футбольный велосипед, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. «Он ездит на 60 футбольных мячах, то есть 30 расположено на переднем колесе и 30 на заднем. С этого всё началось. Потом Франция и, конечно, 2006 год. Летняя сказка Германии, когда я построил самый большой в мире футбольный трёхколёсный велосипед, который ездит на 100 футбольных мячах». Впрочем, фантазии Диди Сенфта не ограничиваются только футбольной темой. Однажды он порадовал местную детвору, построив гигантский рождественский велосипед, украшенный лампочками и маленькими Санта-Клаусами. А в 2011 году изобретатель создал велосипед в честь свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Многие творения Диди Сенфта хранятся в его мастерской, которая переделана в музей. Ну а Кубок мира в Бразилии изобретатель посетить не сможет. Денег на билеты нет. Тем не менее, он не унывает и говорит, что будет болеть за национальную сборную здесь, в Германии. Теперь в национальном дендрариуме Канберра будет расти дерево, напоминающее о Уильяме и Кейт Кембриджских. Они посадили его там собственноручно. Давайте посмотрим. Свой визит в столицу Австралии Канберу герцог и герцогиня Кембриджские начали с посадки дерева. В национальном дендрарии их встретила главный министр австралийской столичной территории Кэти Галлахер. Чета герцогов сажала дуб. В этом ответственном процессе им помогали местные шестилетние близнецы Оливер и Себастьян. Для знаковости дуб выбрали английский, который также называют черешчатым. Именно это дерево чаще всего ассоциируется с Великобританией. Национальный дендрарий вырос на месте сосновых плантаций, которые погибли во время пожаров в 2001 и 2003 годах. В настоящее время здесь на 250 гектарах растут 48 тысяч деревьев. Среди них редкие и исчезающие виды, а также символические деревья, то есть связанные с важными событиями, вроде нынешнего визита членов британской королевской семьи. Посадив дерево, Уильям и Кейт пообщались с местными школьниками и скаутами, получив от них памятные подарки. Также на игровую площадку, где проходила встреча, были допущены 50 взрослых жителей Канбера, которые ранее выиграли это право. Напомним, визит в Австралию герцог и герцогиня начали 16 апреля. В поездке их сопровождает их первенец принц Джордж. В США решили перенять успешный опыт японцев и открыть кошачье кафе. В таком заведении можно свободно играть и общаться с котами, а заодно выпить чашечку кофе с пенкой в виде кошачьей мордочки. Выпить кофе, побеседовать и одновременно приласкать кошку – появилась возможность у жителей Нью-Йорка. Впервые в Северной Америке открылось кошачье кафе, в стенах которого свободолюбивые четвероногие разгуливают сами по себе. Заведение возникло благодаря совместным стараниям производителя кошачьего корма и организации по защите животных. Для кафе выбрали самых ласковых и общительных кошек. С ними можно не только поиграть, но и забрать понравившееся животное домой. Именно в этом цель авторов идеи. Кэт-кафе – это пока только эксперимент, который продлится лишь несколько дней. Но за это время организаторы хотят найти хозяев пушистым питомцам, а также провести различные семинары для приверженцев кошек. Перед посетителями выступят различные специалисты, в том числе кошачий психолог. «Это кафе проработает четыре дня, и мы надеемся, что происходящее здесь выйдет далеко за рамки этого мероприятия. Мы приглашаем сюда людей выпить чашечку кофе, побыть среди кошек и узнать немного об их здоровье, а также о том, как научиться различать изменения в нём. В итоге люди уйдут отсюда более осведомлёнными». Менеджер организации по защите животных North Shore Animal League говорит, что за время работы кафе 15 кошек получат шанс найти постоянное место жительства. При этом она считает важным объяснить людям, что взять животное из приюта намного удобнее, чем купить. «Эти кошки все спасённые. Они прибыли из нашего приюта North Shore Animal League, и эти замечательные домашние питомцы могут поселиться у вас. Их всех можно забрать, и мы надеемся, что они не вернутся обратно, а найдут любящих хозяев и постоянные дома. Пурина и North Shore хотят, чтобы люди знали, что в местном приюте красивые домашние питомцы, и что важно их брать оттуда, а не покупать». Забрать полюбившуюся кошку можно, заплатив 75 долларов. В стоимость входит вакцинация и профилактический осмотр. Однако сначала North Shore Animal League проверяет имена и адреса будущих хозяев, а также берёт согласие на периодические проверки животных. Это делается для того, чтобы убедиться в ответственном отношении владельцев к своим питомцам. В Германии живёт единственная в стране женщина-почтальон, которая доставляет письма и посылки по воде. При этом она не использует лодку с мотором. Всё намного более экологично. Давайте посмотрим. В тёплое время года жители городков Любинау и Летхен в немецкой заповедной территории Шпревольд получают свои письма и посылки по воде. Экологически чисто, просто и быстро. До октября все дома обслуживает жёлтая почтовая лодка. Отвечает за доставку Андреа Бунар. Для передвижения по воде она использует самое простое приспособление – лодку и шест. Для такого передвижения требуется сила собственного тела. Бунар толкает лодку по каналам, доставляя почту 65 местным адресатам. Каждый день она преодолевает 8 километров. Неплохая разминка. За сезон она покрывает расстояние в 1100 километров. Для неё это третий сезон работы. Она говорит, что ей нравится быть на свежем воздухе и что настроение ей не может испортить ни ветер, ни дождь. Это не очень красиво. Шreibt себя не так хорошо. «Эта традиция существовала более ста лет, если точнее более ста десяти лет. И это хороший способ, поскольку в Летхе ко многим домам по дороге не добраться, только по воде. Это безвредно для природы, просто и быстро. Почему бы не использовать такую прекрасную традицию? Она мне очень нравится». Впрочем, в наши дни всё-таки почты намного больше, и она стала более габаритной. Бунер говорит, что ей приходилось перевозить и садовые ограды, и качели, поэтому от неё требуется хорошо управлять своей лодкой. Андреа Бунер – единственная в Германии женщина-почтальон, доставляющая посылки по реке. Она также оказывает некоторые почтовые услуги, может забрать ваше письмо или продать марку. В качестве благодарности немецкая почта даже выпустила марку с изображением Бунер. Конечно, на лодке из шестом. Израильский продавец книг «Секонд-хенд» стал популярным на всю страну. Он занимается не только сбытом, но и поиском редких экземпляров. Итамар Леви – владелец магазина поддержанных книг в городе Хайфа на севере Израиля. 57-летний израильтянин работает в этой сфере уже 20 лет, но использовать для этого высокие технологии начал только недавно. Несколько лет назад он создал интернет-магазин книг, но не это сделало его популярным на всю страну. Известность он завоевал благодаря тому, что не только продаёт книги, но и помогает их найти. Ещё будучи студентом, он сам начал писать книги. Тогда за необходимой литературой он ездил даже в Великобританию. Сегодня он пытается помочь другим. «В то время мне повезло, что я мог найти те книги, которые мне были нужны. Но другим людям, возможно, фортуна не улыбнулась. Возможно, они всеми силами ищут нужную книгу. И тогда я решил помочь им искать поддержанные книги. Это нашло огромный отклик. Со мной начали связываться многие писатели с просьбой найти книгу». Леви говорит, что многие люди хотят найти старые книги из-за ностальгических чувств. Некоторые ищут подарок для своих бабушек и дедушек или родителей, поскольку им будет приятно полистать книгу, которую они читали ещё в детстве. Помимо книжного магазина, у Итамары Леви также есть отель с видом на живописные природные пейзажи. Он стилизован под библиотеку, где каждый постоялец может наслаждаться уединением, красивыми видами, свежим воздухом и, конечно, чтением. В 2011 году здесь даже останавливался президент Израиля Шимон Перес. Это заведение настолько популярно, что номера забронированы уже до конца июля этого года. Каждую пятницу Итамар приходит в качестве гостя на одну из радиостанций. Там все желающие могут ему позвонить и заказать книгу, которую не могут найти. «Если я нахожу книгу читателю, то чувствую удовлетворение. Некоторые говорят, что моя работа прекрасна и важна, но для меня признание не главное. Я просто люблю книги и люблю искать книги другим». Израиль – одна из самых читающих наций мира. Всего 8 миллионов жителей страны за год покупают около 35 миллионов книг. В столице Гватемала установили новый рекорд Гиннесса. На центральной улице появился ковёр из цветов небывалой длины. Давайте посмотрим. Двухкилометровый ковёр из цветов появился в столице Гватемала в преддверии Пасхи. Местные жители выложили его, чтобы установить новый рекорд Гиннесса. И, похоже, им это удалось. В работе принимало участие более полутора тысяч человек. Это произведение состоит из разнообразных цветов, которые произрастают в этой местности. В стране, где большая часть населения исповедует католицизм и протестантство, праздник Пасхи имеет огромное значение и отмечается с большим размахом. Подобный ковёр символизирует для людей путь страдания Иисуса Христа. «Цель в том, чтобы выразить почтение Иисусу, царю всех царей, который идёт по этому цветочному ковру как царь. И этот ковёр также позволил нам показать себя миру». Уровень преступности в стране считается одним из самых высоких в мире. Здесь процветают наркокартели и вооружённые банды. Поэтому такая цветочная акция для местных жителей стала способом отвлечься от повседневных трудностей. «Это большая гордость для Гватемалы и для остального мира. Этот ковёр очень красивый. Я видел такие по телевизору, а сегодня увидел его вживую. Очень впечатляет». На торжественной церемонии представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировало достижения гватемальцев. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова